Добрый день, друзья! Я приветствую вас в городе-курорте Анапа на Пионерском проспекте. Сегодня вас, добурашек, знаете такое просто ощущение, я вас приглашаю на обзор детского пионерского лагеря планетов. Таким он был точно в то время, когда я в нем отдыхал. Это было в 93-95 годах. Я заходил в первый или во второй класс. Наверное, скорее всего, во второй класс. Это было летнее посещение. Тогда я здесь впервые в жизни играл в бейсбол. Тогда я впервые в жизни здесь стрелял с лука, катался на каное, каяках. Тогда он был в аренде у протестантов, насколько мне сказали. Сейчас немножечко все изменились. Как бы более точную информацию нам руководство расскажет. И у нас будет тот человек, который вам очень понравился у нас на канале, проведет нам экскурсию по этому лагеру. Я буду делиться воспоминаниями из детства с вами о том, как было, как сейчас здесь все выглядит. Я думаю, будет очень интересная прогулка. Ну а вдруг вы захотите сюда своих деток отправить, чтобы они пережили те же самые ощущения, которые у меня сейчас от посещения этого места. И я уверен, что встретится на просторах интернета еще очень много людей, которые здесь отдыхали. И также поделятся своими впечатлениями и расскажут о том, как у них было в их воспоминаниях. Потому что это, ну, представляете, 95-й год, сейчас уже 2019-й, то есть 24-й, где-то года 25 лет назад. 25 четверть века назад, ребят. Пойдемте, окунемся в эту атмосферу. Планета находится недалеко от Анапы по Пионевскому проспекту в сторону Витязева, не доезжая Дельфинария. С правой стороны у нас самый дорогой отель, который есть на Пионевском проспекте, называется Ондавиль. И вот такая вот вывеска встречает нас. Мы с вами идем на территорию. Кстати, возле планеты тротуарчик, есть скамеечки. Прям очень хорошо, что так. Огорожен. Детки будут у вас под присмотром. Ну и давайте ознакомиться с теми людьми, которые нам сегодня проведут экскурсию. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, еще раз, как вас зовут. Я Латышев Ольга Кимовна, работник центра Келдыша. А сейчас мы с вами... А центр Келдыш – это ракетный первенец страны, который входит в систему Роскосмоса. А сейчас мы с вами находимся на территории нашего филиала в городе Анапы. Это детский спортивно-оздоровительный лагерь «Планета», который является тоже одним из первенцев заселения Пионерского проспекта. Ведь когда-то город Анапа был не таким большим, не таким роскошным, каким он выглядит сейчас. Это вторые Сочи на побережье, да, скоро, может, и первыми станут. А когда-то это была маленькая, скромная деревушка, можно сказать, почти деревушка Анапа. Но в ней решением советского правительства и профсоюзов было решено устраивать именно детский отдых. А почему мы уже с вами в предыдущей передаче это все обсудили? Потому что здесь, именно здесь, на черноморских мелкозернистых песках Анапы находятся так называемые золотые пляжи. И именно здесь все факторы климатологической, бальнеологической, грязелечения, и морская вода, и воздух все способствуют тому, чтобы детки, не только детки, но даже инвалиды, восстанавливались, реанимировались. И поэтому именно здесь решением правительства был заложен детский курорт. И получил он название этот курорт. Это длиннейшая улица Анапы, и самая главная улица Анапы. И называется она в честь наших деток Пионерский проспект. Давно уже, правда, нет пионеров, но это не значит, что у нас нет детей и внуков. А поэтому они продолжают приезжать именно в Анапу, именно на свой детский курорт. Именно здесь и лечатся, и оздоравливаются, и отдыхают. Все получают заряд бодрости и хорошего, веселого настроения. А мы всем помогаем в этом. И в частности, маленький, уютный, небольшой по территории, но, на мой взгляд, очень правильный, пионерский детский спортивно-оздоровительный лагерь «Планета». А почему он такой? Мы сейчас все вам покажем и расскажем. Честно, беспрекрас. Юрочка знает, что я больше 22 лет присутствую в Анапе физически, телом и душой. А почему? Потому что когда-то на территории лагеря это была детская дача базы отдыха. Мы привозили сюда два детских садика, то есть самых-самых маленьких, от 3 до 57 лет. Мы привозили сюда. Они жили вот в этих пионерских корпусах. С ними приезжали, конечно, весь спецсостав, нянечки, все. И детишки наши, если честно сказать, в Москве очень-то и редко и мало болели. А все благодаря чему? Да благодаря вот этому филиалу и оздоровлению. А когда ситуация в стране поменялась, детские сады уже наш центр тоже не мог содержать, их отобрали как бы в район, то эта территория, наш филиал, она переориентировалась в своей работе. И, по примеру, американских скаутских лагерей здесь заложили на той же самой базе, в тех же самых корпусах. Стали их умно использовать под пионерский лагерь. Что позволяло, естественно. И здесь, на мой взгляд, очень правильно. Я не люблю это слово, правильный, неправильный. Но вот здесь я обязательно скажу, что этот лагерь правильный лагерь. Потому что, когда мы с вами пройдемся по корпусам, побеседуем с директором, современным директором лагеря, он нам покажет, расскажет. А я еще добавлю, почему этот лагерь правильный. Ну, а сейчас давайте пройдемтесь по нашей территории. Приглашаем в гости. Познакомимся с директором. Здравствуйте, как вас зовут? Демиденок Андрей Александрович, директор детского лагеря «Планета». В настоящее время лагерь функционирует, лагерь работает. У нас здесь есть много детишек со всей России. Получает оздоровление, получает максимум позитивных эмоций. И мы в этом им способствуем. Так, максимальное количество деток, которые у вас одновременно отдыхают? 180 человек. В основном откуда приезжают к вам дети? В основном приезжают крупные города. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ставрополь. Так, а какие услуги вы предлагаете деткам? Что они получают здесь? Мы здесь предлагаем им первое. Это 5-разовое хорошее питание, качественное питание. Это круглосуточная охрана. Это, значит, грамотный, со своей хорошей программой педотряд, который находится 24 часа в сутки с детьми, включая ночное время. Постоянно, то есть? Постоянно, да, постоянно. Это, как вы сейчас сами увидите, расположение прямо возле моря. То есть через дороги ходить не надо? Не надо никаких дорог, не надо никаких переходов. Дети прямо выходят с лагеря и сразу, значит, попадают на море. У нас свой пляж, своя пляжная территория. У нас свои спасатели. Поэтому как бы мы полностью обеспечиваем безопасность, комфортный отдых, получение максимального количества позитивных эмоций у детей. И как бы хотим, чтобы дети хорошо отдохнули, а их родители спокойно могли работать и заниматься своими делами. Со сколького возраста и до какого? У нас группы сформированы еще там возрастной категории. Принимаем мы детей от 7 до 14 лет. Так, а какие-то ограничения на приезд к вам? Ну, единственное, если медики не рекомендуют, потому что мы сопринимаем детей по медицинским справкам. То есть ребенок должен быть базово здоров. И обязательно привит. Да, да. Ну, я же говорю, медицинская справка с поликлиники, где ребенок стоит на учете, где написано, можно ли ему находиться на побережье, нельзя ли находиться. Потому что бывают случаи, когда ребенку противопоказано быть здесь. Согласен. Есть кожные заболевания и так далее. Так, скажите, вот допустим, вот мы приезжаем. Как у вас это все происходит? Заезжать, допустим. Значит, вот где мы сейчас с вами находимся, это центральный въезд в наш лагерь. Сюда заходят автобусы с детьми, организованными детьми. На этой площади мы детишек высаживаем с автобуса. И вот, если вы можете, этот медицинский пункт. То есть дети сразу, которые приехали нам, организованные группы, проходят медицинский осмотр. Тут же сразу вожатые, значит, этих детей уже по спискам, как бы принимают и ведут по отрядам. Так, закрывать ворота и начнем дальше движение. Далее мы с вами проследуем на самое главное сердце каждого пенецкого лагеря, я так понимаю, это кухня, посмотреть, ну, в каких условиях детки питаются. Здесь вот можно я немножечко расскажу. Когда вот я приезжал сюда, вот как у меня воспоминания, мы заезжали через те ворота там на парковочку. Нас там разделяли по, как сказать, по, как, команда, нет, как она правильно называется? По возрасту у вас. Да, да, формировали, группа детей, отряд, вот, правильно. Сейчас, секундочку. Вот здесь вот с правой стороны была у нас одна игровая зона, здесь стоял трех хоккей в коробке, я его почему-то запомнил больше всего. И батут, ну, на батут что-то не особо всех пускали. То есть для взрослых где-то был, маленькие нас туда не допускали. Вот в хоккейную коробку можно было поиграть. Сейчас я у вас тут уже зеленая зона, столик посидеть можно. И, собственно, столовая. Столовая осталась на том же месте. Так, а у нас, по-моему, мы отсюда заходили, насколько я помню, было так. Сейчас мы расширили. Понятно, что за 25 лет все изменилось. У нас второй дополнительный зал появился, застекленный, красивый, нормальный. Мне очень нравится то, что нету, знаете, вот как все заходишь, везде там многоэтажки стоят какие-нибудь, куча-куча всяких лестниц. Здесь вот такое более-менее одна двухэтажная, вижу. И просто шикарнейшее озеленение. И самое интересное, я вот отсюда уже вижу море, ребята. Класс. Заходим, моем руки. Сантехника все присутствует, все работает. И сюда проходят. Вот, получается, начинает накрывать деталь. Детям на обед. Сегодня у нас гренки. Значит, все, стараемся, чтобы было свежее, качественное. Продукты у нас проверяются, как бы. У нас тут, по-моему, только один зал был. Да, я же тебе говорю, мы нарастили вот этот второй зал, пристроили. Отлично. Так, ну, в принципе, по столовой все понятно. Идемте дальше. Выказался. Юра, широкий стал, раньше со свистом проходил. Юра, вот нашёл особо... У нас маша её зовут. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас? Вот представьтесь, как зовут. Меня зовут Мария. А вот чем вы здесь занимаетесь? Здесь я работаю с ребятами. Мы следим за их здоровьем, за тем, чтобы они хорошо кушали, купались на море. Так же мы организовываем всякие разные мероприятия, которые есть только в нашем предотряде «Маяк». Также наш предотряд создает атмосферу для ребят, чтобы им было тепло, уютно, комфортно, чтобы они чувствовали себя как дома. Мы стараемся, чтобы ребята проявляли себя, чтобы они у нас активничали, чтобы им было здесь хорошо и чтобы хотелось возвращаться обратно. А сколько времени вы с ними проводите? Мы с ними проводим 24 часа в сутки. То есть живете вместе с детками? Да, вместе с ними живем. Так, а откуда вы вообще сами приехали? Я из Ярославля. Ух ты, прикольно. Так, куда идем? Где ваш отряд располагаетесь, пожалуйста. Так, здесь тоже зеленые зоны. Да я все вижу вокруг, не переживайте. Так. Вот, а я, по-моему, вот в этом корпусе отдыхал. Насколько мне память моя не изменяет. Дальше. У нас ребята живут вот здесь, вот в корпусе. Они сейчас после моря у нас переодеваются. Так, ну, в Перелавку мы не будем заходить туда, раз они там. Нет, мы сейчас посмотрит Маша, если там. Да, если можно зайти глянуть, да, в каких условиях детки живут. Летнюю эстраду вот тоже сделали мы недавно. Вот это вот, как бы, здесь проходят у нас все мероприятия, открытия, закрытия. Значит, вечерние конкурсы проходят. Очень хорошие есть у нас Wi-Fi, то есть могут дети выйти в прямом эфире. Кинозал уже. Да, кинозал здесь у нас. То есть, ну, стараемся, чтобы максимум было комфортно детям и отдыхающим. То есть, в принципе, дети 24 часа могут быть также на связи с родителями, то есть гаджетов и так далее. То есть, раз интернет здесь имеется, значит, проблем с этим никаких не должно возникать. Так, давайте пока посмотрим на эту территорию. И вы знаете, девочка, вот можно такой показатель спросить. Вот раньше я, когда наших келдышев детей привозила, ведь первый день они начинают названивать маме. Ой, не то, ой, скучаю, ой, на море там пошли, не пошли. Первый день-то акклиматизации, их не всегда можно, опять-таки, по нашим показателям везти на море, да. Ну, а вот благодаря тому, что дети действительно окружены, просто, я не знаю, облизаны заботой и вниманием, обычно в других местах, ведь вы знаете, как неделю, дней 10, а то и до самого конца заезда они родители одолевают. Мама, забери, мама, мне так плохо, там скучно, еще чего-то. А тут, через второй-третий день, они уже забыли, как маму зовут, где она живет, и забыли ей звонить. И мне родители звонили всегда, Олькина, почему он не звонит? Олькина, почему я его не слышу? Я говорю, а разве должны слышать? У нас мы так работаем, что вы, родители, должны забыть о том, что ваши дети отдыхают, а детки должны на время забыть о вас, родители. У вас совершенно автономное существование в планете. Хорошо. Я еще добавлю пару слов, показатель такой, что дети заинтересованы, и даже жалуются. Это Андрей Александрович, как это так? Я звоню своему сыну, он говорит, мама, извини, мне некогда, я готовлюсь к вечернему мероприятию. То есть это в том, что... А потому что им интересно. Да, они заняты, и на данном этапе, может быть, неудобно, или не совсем удобно общаться по телефону с родителями. Это то, что детям интересно. Они же сами делают... По крайней мере, у меня воспоминания о том, что я вообще отсюда уезжать не хотел. Они же сами делают маскарадные костюмы. Кто-то их сочиняет стези. У нас тут целая театральная, вот там вот специально, где он... Появите, я вам покажу. Почему нет? Нам все интересно посмотреть. Чем больше информации, тем лучше. Отлично в прошлое свое провалился. Из будущего в прошлое. Они представляют оценку, как у них содержание, хорошо, плохо, или вообще отлично. Вот они, видите, пишут, да? Значит, здесь у нас целый гардероб, целый гардероб. Откуда они, значит, берут наряды там, украшения. Вот, видите, да? Все тут, как бы, этот... Куча-куча всяких костюмов для проведения. Да, всяких разных для проведения. Каждый костюм, значит, какая-то у них тут своя, развивается сцена там или... Так, нам еще гости. Так, идем дальше. Так, а вы говорили еще про номера, которые... Взрослые. Взрослые, да. Ну, давай, просто пойдем, мой номер. Конечно, давайте. А вот этот... А, давай сначала отрядим, детишек, а то он одет им. А мы сейчас пойдем еще пообедем, чтобы вы сами понимали, как есть вкусно, это самое, как бы, кормит детей. И, кстати, никогда в этом лагере никогда не было... Это сушка волос? Волосы сушат, так и все. Ну, как бы, это... Так, куда нам? По всему варя. Да. Вот сюда, пожалуйста. Вот здесь у нас... Бояре, а мы к вам пришли. Здесь у нас живут ребята. Девочки, тихо. Да, у меня они там еще так чуть-чуть напередеваются. Там девочка уже не тихо. Люра, расскажите о мнении вот этой его девочке. Она стесняется или не стесняется? Нет, нет, нет. Она у нас уже вторую смену подряд. Как тебя зовут? Меня зовут Лера. Откуда ты? Я из Москвы. Москва у нас отдыхает. Как тебе здесь? В принципе, нормально. Домой хочется? Нет. Почему? Не знаю. Ну, не соскучилась, по-моему, потом? Нет. А ну, у нас спортсменка занимается, как бы, спортивной гимнастикой. Это библиотека? Да. Общайтесь с девочками, не деретесь? Нет. Нет, нет. Точно? Точно. Хорошо. Вас никто не заставлял говорить хорошие вещи. Да нет, конечно. Ладно, хорошо отдыхать девочки. Мне очень нравится этот лагерь, потому что я в позапрошлом году очень любила Радугу Дуку. Она такая самая веселая из всех вожаток. О, как. Радуга это кто? А у нас каждый год, у нас особая программа, и у нас все ребята, все вожатые, они называются по-особому. И вот позапрошлому году у нас была Радуга. Ага. Вот так. Маша. Да. И мы любим своих вожаток. Это самое важное. Мы любим своих деток. Да? От души. Ребята, спасибо за эмоции. Я просто на Машу. Хапуста. 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 Так, теперь пойдемте во взрослый, да, сходим? А пойдемте хотя бы в мой номер давайте. Пойдемте, давайте, давайте, пошли. Так. А меня не сняли. Ой. Андрюша, ключ у меня в пакете-то остался. В вашем предбаннике. Серенький такой пакетик. Хорошо, мы пока давайте сделаем тогда круг, посмотрим, что здесь сзади. Я единственное не уточнил, у ребят там своя санузел, я так понял. Пойдем покажем. Не ходим, там же девочки переодеваются как-то. Ну, можно с мальчиком зайти, там есть еще и мальчики. То есть у них никуда выходить не надо, все там? Нет, 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 все там. Душ, туалет. Ономно, да. Две или три душевые кабинки и также с унитазами. Проблем нет. Угу. Вот. Вот небольшая, правда, небольшая волейбольная площадка. Хотелось бы, конечно, получше и побольше, но пока финансами не заработали. Он же у нас живет автономно. Вот что зарабатывает на путевках, на то мы и реконструируемся. Вот здесь, конечно, мы со временем сделаем футбольное поле. Сейчас оно, конечно… Так, сейчас есть трава, есть ворота? Нет, оно сейчас как картофельное выглядит. А, то есть перепаханное. Футбольное поле. Вот на нем я впервые в жизни взял буты. Американцы же. То есть бутбольное, поэтому все правильно. А с той стороны там был, я впервые в Сука стрелял, где грамотвор стоит. Ага. Вот вот высокий. Ну, тут мы туда пойдем. Пойдем обратно к вашему номеру. Да, пойдем. Тоже вижу всякие разные стоят обозначения. Это вот где там оценки, что-то помечается. На самом деле, мне вот эти названия какие-то свои тоже очень порадовали. То есть в чем-нибудь этим пользоваться, интересно. А еще очень порадовалось, что детки открыты. Сначала немножко меня испугались, а потом девочка подошла и сама захотела сказать. То есть для детей убирать эти барьеры очень-очень важно, чтобы детки не были зажатые, а наоборот, шли на контакт, на общение. И вот очень-очень горжусь, когда ко мне маленькие дети подходят, передают привет. И вот получается у них открываться и не зажиматься. Это очень хорошо. Так, мы подождем. Да, пока. Пока вот подходит уже Андрей Цент. Я его где-то вижу. И вот правильный пакет взял в руки. Все правильно, не промахнулся, не ошибся. Спасибо. Так, ну пойдемте. Введите нас. И так мы поднимаемся по лестнице в один из наших корпусов. Здесь у нас тоже проживают детки, но более старшего возраста, да, Андрей Александрович? Это в основном первые, вторые отряды. А иногда к нам приезжают уже дети, которые сформированы отрядом прямо из Москвы. Вот недавно были дети из спортивной школы со своими тренерами прямо. Вот. И здесь есть двухместные, трехместные, четырехместные номера. То есть уже такое расселение более по-взрослому. Сейчас мы вам покажем мой номер. Вот. Я живу в камере одиночки, одиночной номер. Вот. И он самый по этому небольшой. Но чтобы имели просто представление, что номерак все есть и все уютно и все предусмотрено. Заходите, пожалуйста. Угу. То есть холодильник, столик, телевизор одноместный. Сплит-система, все нормально. Шкафчик. А вообще хорошо, после той взрыв, в котором мы были, отлично. Чайничек. И тут, пожалуйста, шкафчик со всеми полочками, удобствами. Все. Самое взял. Если вдруг ночью похолодало, все предусмотрено, даже теплые яйца. То же самое у деток. Пожалуйста, вот вешалка в прихожей. То есть хватает разместить силевой одежды и все. И в каждом номере, естественно, у нас вот душевая кабина и все автономно здесь есть. Так. Угу. Все в рабочем состоянии. Угу. Все красиво, все нормально. Так. Какой свет? Да. Все. Все. А теперь, я думаю, будем двигаться уже к морю, да? Да, да, да. Сейчас обратно вернулись к летней эстраде. Там, где мы заходили к деткам в гости. У них не отряд. И пойдем, пройдем уже в сторону моря. Здесь мы уже показали футбольное поле. Везде вижу, что есть ногомойки, чтобы детки после пляжа могли помыть ноги, да? И заметь, что их хватает. То есть не одна-две, а их ровно так примерно рассчитано, что всем детишкам хватило без очередей, без драк, чтобы все было в адеквате. Так, ну, девочки сказали, не дерутся. Дерутся? Не дерутся, наоборот. Ну, если там девочка спортивной гимнастикой занимается, она на шпагат там посадит весь отряд. Понимаешь? У меня у самой внучка в 4 года на шпагате сидит. Так, привет, Сонечка. Юрочка, смотри, у нас сегодня новая жительница. Привет, привет. Самая маленькая наша, Соня. Здравствуйте. И даже дядя Юра, здравствуй. Здравствуйте. Скажи, скажи, Сонечка. Да смотри, какая красота. Молодец. Молодец. Вот оптимисты. Молодец. Счастливо, ребята. Так, здесь я тоже смотрю. Детки сидят. Тоже с вожатым, да, занимаются, получается? С вожатым, да. Они перед обедом, у них, так как, свой, такие 5 минутки они проводят. А сколько вот, получается, один отряд? 18-20. Правда? Да, 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 да. 18-20 человек. На сколько них вожатых? По два вожатых на каждом отряде. Угу. Причем вожатые круглые сутки. То есть постоянно? Постоянно. Даже ночью они вместе с ними находятся, чтобы исключить всякие нежелательные последствия. Да, да, да. И у нас у мальчиков мужчина вожатый, как правило, у девочек девушка. Интересно. Вот это все продумано. А, кстати, готовят вожатых педотряд из Москвы. Я окончала этот Московский областной пед, это мое первое образование. Вот. И этот педотряд Московского областного института, вот он и готовит сюда высокопрофессиональных вожатых. Они не просто так. Они каждый год, да, Андрей Александрович, по новой программе работают. Иногда это у них живут не отрядами. Вот вы нигде на побережье не услышите там, как раньше. Вот мы там первый, второй отряд. Мы из такой-то гестии. А что такое гестия? Это значит ремесленное гестия древних греков. Или там рыбозасолочное. У каждой свой девиз, свой герб. Они приезжают сюда, они знают, что такое древние горгипи, что такое древние греки. Они начинают показывать и рассказывать, как жили древние цивилизации. Их иногда учитель истории в школе в пятом классе так не научит за весь год, как научат наши пионервожаты за одну смену. Потому что пионервожатов подготовил московский областной педагогический вуз. Они там готовятся, они с февраля месяца занимаются. И не просто так. И каждый год у них новая своя программа. То космонавты, то древние греки. Вот представляете, как интересно, реально интересно есть ребятам. Чтобы можно приезжать несколько лет. Да, чтобы не одно и то же. Ну что вот он будет брать путевку и приезжать, и каждый раз одно и то же. Ему не интересно. Я помню, был какой-то год, когда они были финансистами. Они в столовой за мероприятие получали какие-то валютные деньги. И на эти деньги в конце заезда они обменивали. И там сладкую воду, и еще что-то. Ну то, что любят детишки. И сувениры. Это было настолько интересно. Так там шла борьба. Я помню, мой сын еще когда здесь воспитывался, был джентльмен планеты и лучшая леди планеты. Такие конкурсы прям красоты, но не только красоты. Там и стихи надо было читать. И показать свои навыки на море, как ты плаваешь. И показать спасательные навыки. Наши спасатели иногда и этому их подучивают. Ну, элементарному, конечно. Да, они всегда знают ответ на вопрос. Если черный шар, то мы что? На море не ногой. Если желтый флаг, то мы что? Они все это знают. Они приезжают, родителям рассказывают. Родители зачастую не знают таких правильных морских подробностей. Очень часто не знают. Так, мы остановились возле души. Это после моря, я так понимаю, детки могут тут обдаться. Да, можно смыться, обмыться. Но это предварительное такое место, где ребенок может сполоснуться. У нас есть в каждом доме душевые. Есть еще общие душевые. То есть, это вот... После моря, ну, как ноги помыть, тут смыться. Я скажу, что очень многие, прямо как бы так, вот этот душ летний, мы так говорим, да, они его очень уважают. А потому что водичка прохладная, да, и он первый на пути. Это у вас тоже семейство отдыхает в тех же номерах, которые мы показывали. Во взрослых, да. А почем там вот ценник? Эти вот номера сколько стоят? Ценник у нас, в принципе, одинаков. То есть, везде? Да, да. Потому что базово мы приставим услуги, и туда входит и питание, проживание. Поэтому базово... По чем-то, да? Значит, у нас в июне месяце 1800 рублей в сутки с человека. Это с питанием, правильно? С питанием, 5-разовое питание. Проживание, питание. В июле месяце 1950, в августе 1800 и в сентябре 1700 рублей. С питанием, с проживанием. Вот такая цена. За ребенка, за взрослого? Значит, мы до 5 лет не за питание, не за проживание не берем детей. До 5 лет мы не берем. Это если вот семья приезжает? Да, да, да. То есть, вот мы встретили маму, папу, они платили за двоих. Да, совершенно верно. То есть, у них сейчас 300-300-700 рублей. Да, да, да. Ну, своеобразный бонус и очень неплохой. Да, потому что мы понимаем, что ребенок до 5 лет, да. Ну, что он там покушает? Так уж много. Пожалуйста. Это наш выход к морю. Расстояние до моря, так сказать. Лагерь-то на первой линии расположен. Первозданный песок, первозданный просто песок. Здесь уникальная природа, никем не нарушенная. Да, многие не знают, что вот эти вот у нас лох серебристый, он у нас краснокнижное растение. Что за ним надо следить? Что-то кустики, которые держат наши дюны, чтобы их не разметало. Значит, я тоже здесь даже о том, что это первозданный, это то, что здесь зайцев очень много. Зайцев, да. Есть казаны, которые здесь прямо, ну, это их место обитания. То есть, не трогает их никто, не беспокоит. Они здесь нашли такое небольшое убежище. Я зайца видел одного больше, чем собака такая большая. То есть, если они там встретятся где-нибудь, то там не факт, что собака побежит за зайца. Макси-заяц такой. Ну, и, собственно, за минуту, наверное. Маленькие наши. Ну, и маленькие здесь еще только зарождающиеся. Ну, мы же при горьях Кавказа. Город тоже только зарождаются здесь. У нас, видите, взял все-таки повыше, но здесь своя атмосфера. Так, туалеты. Это к вам относится биотуалеты. Правильно, понимаю? Да, это, значит, биотуалеты. Раздевальные. Места для раздевания. Значит, навесы. Навесы. А также детей еще вот дополнительные. Вот это ваш пляж получается? Да, это наш пляж. Волейбольная площадка. Значит, спасательный пост со всеми, как бы, требованиями. Комната медика. У нас на пляже даже Wi-Fi есть. То есть, здесь видеонаблюдение, осмотрите. Видеонаблюдение. Вот оно Wi-Fi. У нас, как бы, здесь все работает. Кто желает, отдыхающие там, наши гости могут прямо с пляжа выйти в интернет. И, как бы, оставить там свои отзывы или комментарии. Или просто пообщаться друг с другом. Так, можно вас поинтересоваться, допустим, вот ваша пляжная территория. Кто вообще, в принципе, отвечает за уборку от береговой линии? Значит, за уборку отвечаем мы. В вашей пляжной территории? Да, да. За вывоз мусора, который здесь скапливается, отвечает администрация. Вот в этом году сейчас, буквально после шторма, выкинуло у нас водоросли. Да. Вы проезжали тут трактора, чистили это? Да, да, да. То есть, все. В принципе, пляж почищен. Вот это темненькие, еще чуть в воде остались, да? Да, да. Остатки водоросли, которые еще потихоньку в море выбрасывает. А так, в принципе, уже вода становится более-менее… Вот такая табличка, что тут покупаются именно детки. Пляж огорожен. Каждый год перед сезоном мы специально проверяем пляж водолазами, чтобы не было никаких колющих предметов, режущих предметов. Поэтому бывает, что где-то шторм что-то выбрасывает, проверяется пляж, делается акт, что все нормально, в воде можно купаться спокойно. Ну вот можно сказать о Бимлюке, что недавно… Бимлюк у нас… А, в ту сторону, да. В той стороне, да. В той стороне, что там был, получается, в начале прошлого сезона или в конце, я не помню взрыв, то есть там подрывали мину, выкидывало, то есть море. У вас вот с этим все хорошо, наоборот, что все проверено перед сезоном, получается. Слава Богу, у нас такого нет, слава Богу. Ну там тоже хорошо, что зимой уже, вне отдыха, тоже никто не пострадал, все отлично. Так, в принципе, я думаю, все, мы всю информацию, которую нужно было, посетили от вас. Сейчас мы узнаем про море, про температуру водички, а потом уже с ними пообщаемся. Так, еще такой вопрос, допустим, вот я такой решил к вам приехать, как мне это сделать? Значит, у нас есть служба размещения отдыхающих, у нас на сайте выставлены контактные телефоны, любой желающий может позвонить. Заказать, поинтересоваться, значит, выйти на наш сайт, также посмотреть ценовую политику, условия размещения. Мы максимально хотим того, чтобы люди о нас знали, слышали, что они к нам приезжали в гости. Ну, на самом деле, это так-то интересно, недалеко, даже если с семьей приехать, все включено. А мы еще, подождите, мы еще в столово хотели зайти, чтобы показать, чем конкретно помнят. Значит, я вас пока на пару минут прощаюсь с вами, я пойду пообщаюсь с морем и к вам вернусь. За секунду. Ну, а у нас морешко, здравствуй. Здесь, видите, водоросли убирали, немножко водичку тянет темную вдоль берега. Посмотрим, насколько, кстати, водичка возле берега здесь теплая. Температуру воздуха вам сейчас тоже озвучу, буквально минутку. Так, хочется отметить, что с правой стороны здесь находится один из самых дорогих, как я говорю, отелей, пляж его Давиль. То есть, дороже я, в принципе, не знаю, что в Анапе стоит. Вон там люди катаются на всяких водных развлечениях у них. Здесь все попроще. Когда были у протестантов, здесь было у них очень много всяких тоже детских развлечений. Я здесь впервые катался на каноэ, на каяке. Было поразительно интересно. Также был еще какой-то фан-бак. Кто помнит и знает, что такое, напишите в комментариях. Температура воздуха у нас 31,2 на сегодняшний момент. Это вот прям над водой замеряет. Температура на побережье больше. Там, наверное, 35 все давит. И сейчас пока мы с вами помолчим. Вот видите, там ребята катаются. Классно наблюдать за всем этим здесь. Купаются во все. Вода теплее, чем видите. Серьезно, здесь более мелководная. Попережье прогревается быстрее. Туда дальше, видите, здесь пустынные пляжи. Оттуда дальше уже начинаются пляжи города-курорта Анапа. Центральная. Но гораздо дальше. До сюда практически никто не доходит. Хотя, могу посоветовать для посещения. Потому что, посмотрите, правая сторона от пляжика планеты. Все прекрасно. Морешко. Чистенькое, прозрачненькое. Сегодня интересный получился экскурс. Не закрывайтесь пока. Ждем продолжения. Я сегодня три минутки моря вам вставлять не буду. С вами просто поразговариваю. Смотрите, какая лепота. Просто фантастика. Чайка сидит на спасательной вышке. Мы сейчас спасателей возьмем интервью. Узнаем, как у них происходит работа. Присутствие Wi-Fi. Кстати, меня немножечко удивило. Ну, я считаю, что это правильно. Что родители могут постоянно быть на связи со своими детками. Потому что мы, в принципе, находясь в этом детском спортивно-оздоровительном лагере планета, имеем возможность увидеть о том, ну, вообще, какое развитие получает детский пансенат. Видите, здесь частично для семей сделали отдых, частично для деток. 180 человек всего лишь отдыхает. Хотя на такие территории можно было бы больше. Но рад, что вот этого им хватает. Пообщался и говорят, что люди большей части работают на энтузиазме. Потому что любят свое дело. Да и в Анапе с работы не так уж все безоблачно. Температура воды 23,2. Она не изменяется. Все. Поэтому мы сейчас выходим на берег. Пойдем пообщаемся немножечко со спасателем. Так, нас все-таки пригласили попробовать питание, которым кормят здесь абсолютно всех людей. Чтобы вы тоже могли посмотреть, что это из себя представляет. И было интересно. Я вам все покажу вокруг, что у людей стоит то же самое на столах. Так что будем, собственно, с вами пробовать и мы. Удача идет у нас в таких вот кастрюльках, кубках. Это у нас суп гороховый, да? С суп гороховый, да. С гренками сегодня. С гренками. То есть у ребят на столах то же самое, в принципе. Супчик, компотик. Горенки. Вот тут второе стоит. Сейчас будем дегустировать. Так, поехали. Накладываем гренка в себе. Что это за гороховый суп без них, собственно. Так, ну и давайте попробуем попробовать. Самое главное. Первые эмоции всегда. Обычный супчик гороховый. Не волшебный, но мне почему говорю волшебный. Мне в детстве всегда говорили, что это волшебный суп. Поешь. Не говорили, почему волша. Ну теперь ты знаешь, почему. В чем, собственно, волшебство. Да. Зелень самая, что немаловажная. Он попадает. Тем более чувствую, что это летний суп не входит. Там зимние сварены. А именно летом. Что, пустая тарелка, друзья. Самое важное. Так же на столах имеются овощи и вот сегодня у нас сливы, представленные в качестве фруктов. Солька. Кампутик. Будем пробовать второе. Спасибо. Так, у нас сегодня гречневая каша с куриной котлетой. Сейчас мы его с вами продегустируем. Покажу на разрезе. Узнаю вот приготовление именно в столовой. Потому что сам, когда работа была на мясных блюдах. И котлеты правильно сначала обжариваются. А потом в жарочный шкафах уже доводятся до готовности. Здесь именно такой же принцип приготовления. Делается для чего? Для того, чтобы, ну не дай бог, чего-то где-то кто-то не дожарил. И какие-то там бактерии не попали в организм. Ну, чтобы не было отравления. Здесь, так как питаются дети, я так понимаю, что на это тоже сделан большой уклон. И сама гречка мне, кстати, тоже порадовала. Часто в наших столовых попадается она либо недоваренная, либо переваренная. Здесь вот самое то. Ну и хорошо, что с подливки. Это самое важное, то было бы сухо. Так, мы покушаем, еще вернемся к вам. Так, это будет интересно для тех, кто уже захочет сюда приехать. Давайте спросим, вот вообще, вот есть ли возможность там выбирать питание? Или как это у вас вообще происходит? Значит, в данном случае у нас для детей, которые здесь находятся, утвержденное меню на 14 дней. Меню утверждено Роспотребнадзором. Чтобы не было никаких у детей, значит, отклонений в питании, оно должно быть сбалансировано. Тут должны присутствовать все витамины. Используем мы не все продукты. Например, в данном случае, вот меню утвержденное, только говядина. Не просто говядина, а телятина. Значит, исключены там всякие острые приправы, исключены всякие там растительные масла. Мы даже выпечку делаем на следующем масле. Максимально, чтобы ребенок мог спокойно покушать, и потом не было никаких, как бы, ну, побочных эффектов. Поэтому мы этого придерживаемся. И вот дети, которые у нас отдыхают, слава Богу, отсюда уезжают здоровые, сытые, пополневшие, я вам скажу. Они набирают вес. Поэтому, как бы, и нам приятно, что мы можем оказать этот бит услуг в полном объеме, соответствующих требованиям. На самом деле, это классно, что приезжаешь, и уже о своем меню будет подумано. То есть, не будешь есть ничего лишнего, это не шведский стол, ребята, от которого приедете, и потом пойдете работать в тренажерные залы, а наоборот, то есть здоровое, правильное питание. Совершенно верно, да, да, да. Продолжаем нашу трапезу. Так, очередное блюдо побеждено. Отлично прям зашло. Еще раз, вот подливка даже сделана. Знаете, как бывает часто в столу берешь, там просто пережаренное какое-то масло, то здесь вот именно подливка, как подливка, вкусная, не жирная. И осталось самое важное блюдо, это компот. Самое вкусное. Самое важное. Я сказал важное. А мне послушалось опасное. Нет, как может быть, компот опасен. Компоты, получается, тоже сами варите, то есть фрукты или сухофрукты? Это натуральные ягоды. Я на всякий случай уточняю. Просто чувство вкусного очень. Здесь сбор ягод и овощей фруктов есть, поэтому такой ароматный, душистый и приятный. Да. Компот действительно очень вкусный, мне, честно, понравился прям. Ну, самое важное, мне нужно здесь есть сливку. Сливы, это вообще мое любимое блюдо. Можно сказать, враг слив. Персики так не люблю, как сливы. Вот. Здесь мне повезло. Что мы увидели? Пришли детки, пока мы кушали. У них посадка. Для них накрывают вожатым. После того, как дети покушали, они сами каждый в своей тарелочке относятся вот туда вот к выдаче или сдаче грязной посуды. Все кушают. Я одного человека не вижу, который, чтобы не ел, так заставить такую огромную ураву детей, я думал, было бы нереально сидеть и кушать. С гребками, с супом. Это любимое, наверное, блюдо. И все, кстати, прошли. Там мы помыли рубки, я видел, как стоял вожатый и контролировал этот процесс. После столовой уже совсем довольны, наверное, более добрые глаза. Даже у меня сейчас сливы вообще очень вкусные, мне понравились. Сейчас мы обратимся опять к руководству и узнаем, кому бы они посоветовали или кого они хотят видеть у себя в гостях. Я думаю, это будет тоже немаловажно. Мы рады здесь видеть, конечно, в первую очередь детей в возрасте от 7 до 14 лет. Но наряду с этим мы также приветствуем как семьи с детьми, так и просто семьи. Потому что у нас, в принципе, позволяет и наши возможности организовывать как детский отдых, так и отдых и взрослых. Поэтому, пожалуйста, ждем желающих, кто хочет отдохнуть хорошо, комфортно, рядом с морем, безопасно, с хорошей кухней, с хорошей ухоженной территорией. Да, вдохнуть хороший морской воздух. Ждем всех желающих. Полечиться, здоровиться на наших песочках. Еще, вы сказали, что в дальнейшем у вас как-то будет более озеленяться территория. Какие планы, расскажите? Значит, я вам скажу, что в этом году мы заложили дополнительно еще питомник. У нас высажено более 20 сосен. Вот как здесь вот вы сейчас видите. Это как бы семена этих сосен высажены. И туи больше 15 штук. Потому что хотим, чтобы дальше территория лагеря оставалась такой же зеленой, такой же комфортной, такой же востребованной, с таким же приятным, хорошим воздухом. На самом деле, классно звучит. Мы хотим зелень посадить, а не дополнительные, как пуса посадить. Нет, этого мы не хотим. Мы хотим, чтобы наша вот эта вот существующая зона осталась такой же комфортной, приятной. И не была она скучной, и не была она с этими многоэтажными строениями. Мы этого как раз не хотим. Я вас благодарю за экскурсию, за информацию. Честно, было очень интересно посмотреть. Во-первых, мне окунуться в прошлое и посмотреть, как отдыхают детки. То есть, на самом деле, они просто настоящие. То есть, вот так смотришь, пришли и кушают. Они нас не видят, да, взрослые? Там камера снимает что-то. Видите, пришли, все, они пришли кушать. Там сели, едят. Глаза детей, которые вы сейчас пришли покушать. Они говорят о многом. Что им здесь нравится? И отдых, и море, и само расположение. Поэтому здесь как бы вот без комментариев. Вот вышла как раз Катичка вышла наша тоже. Посмотрите на ее глаза. Она доволен. Ты наелась? Хатюша, наелась, нормально все. Слушай, да, наелась, нормально все. Вот. Поэтому вот так вот. Этого мы и хотим, чтобы так каждый ребенок выходил отсюда и был доволен и отдыхом, и окружением. И получил максимум позитивных эмоций. Благодарю вас. Так, ну а у вас есть что-нибудь добавить? Есть добавить. Особенно хочу сказать мамам, матерям, женам, которые предварительно задумываются, отправляя своего ребенка, куда они отправляют, на море. Девочки, сама мама, вырастившая двоих своих детей именно в этом пионерском лагере. Вот представляете, я уже теперь бабушка, а двое моих росли здесь при мне. Ну, как вы сами понимаете, хорошая бабушка и заботливая мать плохого не посоветуют, мне так кажется. И вы сами все видели, но мое педагогическое наблюдение еще состоит в том, что некоторые вот мамы современные заблуждаются. Им кажется, что ну вот если ребенок живет в двух- или трехместном номере, это комфортно, это хорошо, это актуально, это современно. Девочки, я наоборот пропагандирую вот тот образ жизни, который мы вам представили. Почему? Потому что вожатые находятся постоянно при детях, двери у них не закрыты. Детишки все у этого вожатого или вожатые под контролем. Никаких кризисных, казусных ситуаций, с чем мы привыкли теперь довольно часто встречаться за периметром. Так вот это все за нашим периметром случается у нас здесь. Этого нет и просто по природе своей быть не может. Потому что у нас, как я его называю, ну, наверное, Андрей Алексеевич не даст мне соврать, у нас, я очень горжусь своей страной России, но этот лагерь я называю одноэтажная Америка. Ну, ведь это правда, ребята. Уютное, благоприятное. Дети сюда неоднократно приезжают. И это самый лучший показатель. Ведь ребенок, он очень редко, конечно, бывают дети лжецы, но в основной своей массе они открытые существа. И они, если уж чего говорят, то, как правило, говорят правду. А уж если им что-то понравилось, вот не вышибешь это из него. Он приедет сюда, он будет вас доканывать. Туда не хочу, он вам устроит обструкцию, но он добьется своего. Хочу сюда, значит, хочу сюда. Вот к чему я вас призываю. Вы все увидели своими глазами, а мы с Андреем Александровичем ничего от вас не утаили. Это даже не в наших интересах, правда? Конечно. Мы, наоборот, хотим, чтобы она знала как можно больше людей, чтобы все люди понимали, что в Роскосмосе работают нормальные, адекватные его представители. Ответственные люди. Ответственные люди. Ну, как и в любой армии, Роскосмос, мы же тоже такая, в общем, военизированная организация. Что здесь нет ни безобразия, ни малейшего какого-то отступления от норм СанПИНа или сангигиенических норм. Вы все сами увидели. Если у кого-то возникнут вопросы, вот, пожалуйста, к директору лагеря, он открыт к общению все 24 часа в сутки. Вот. За ним не надо бегать и спрашивать, где, куда, чего уехал, и как бы нам с ним пообщаться. Все, прямое, доступное общение. Приезжайте к нам, меняйте турецкий или болгарский берег на наш, российский, анапский. Вы видели. У нас все достаточно хорошо. Спасибо огромнейшее. И еще раз спасибо за экскурсию. До свидания вам. До свидания. А вот они, чтобы это было не голосно, а вот они, сосенки потихонечку растут. Вот. Другие виды растений, которые уже потом появятся на территории. Вот они сами туйки. То есть ребята экономят и здесь, сами выращивая уже будущие деревья. А зеленый-то тоже у вас прямо при приготовлении пищи, да, используется? Да, да. Вот еще сосны. Более взрослые. А сколько им уже? Значит, вот этим по 3-4 года, вот этим вот. Этим по 2-3. Это вообще первогодки, вот они идут. Угу. Четыре года и она всего лишь там, ну, с полметра. Вот это да. Ну, это вот будущее, вот это вот, будущее красота. А это 60 лет, да? Да, да. Эти по 60 лет. Вот так вот, ребят. Такая вот красотища. Мы приглашаем всех в наш филиал центра Келдыша, наш анапский детский филиал, пионерский лагерь «Планета». Ребята, вдумайтесь в одно только его название. Мы на нашей маленькой планете подращиваем, вот как саженцы этих сосенок наших детишек, чтобы они потом заботились о нашей настоящей большой планете. Так приезжайте к нам, мы их растим правильно. Приезжайте в планету. Спасибо. Вся нужная для вас информация будет, ребята, в первом сообщении, закрепленном под видеосюжетом, и также в описании этого ролика. Надеюсь, что сегодняшний погодный сюжет был интересный, и надеюсь, что мы побываем еще не в одном пионерском лагере, в котором стоило бы побывать и показать здесь. Именно куча воспоминаний моего детства, хотел сказать молодости, детства самого маленького. То есть проведено здесь, наверное, 21 день. Раньше смены были. Было очень весело и интересно. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова